Компания коммунальной технологии меняет подходы к работе. 11 июня журналисты познакомились с новым генеральным директором Андреем Мартьяновым, который сообщил, что коммунальные технологии готовы к решению всех задач, стоящих перед организацией. Пресс-конференция прошла в новом здании. Андрей Мартьянов рассказал, что переезд позволил сократить собственные расходы компании в три раза. Но кроме экономии, этот шаг подтверждает и новую стратегию – близость компании к потребителю. В ближайшее время здесь появится центр обслуживания клиентов. Сокращение расходов коммунальных технологий вызвано долгами. Компания недоплатила энергетикам 800 миллионов рублей. В свою очередь, коммунальным технологиям управляющие компании должны миллиард триста. Только за пять месяцев этого года долг вырос на 250 миллионов. Образовался этот кассовый разрыв. Если бы был один он, этот кассовый разрыв, для такой компании, как вот эта, с СНВ, больше трех миллиардов рублей – это не проблема. Закредитоваться на эту сумму и процентное бремя погасить. То есть мы бы легко с этим справились, если бы бремя предыдущих долгов не давило бы вот этими кредитами и процентами. В коммунальных технологиях говорят, что злостных неплательщиков нет. Со многими пытаются договориться, найти понимание. Но на крайние меры тоже приходится идти. У одной из управляющих компаний арестовали счета. Там сразу смогли погасить 10 миллионов из 50. Финансовая ситуация в коммунальных технологиях не помешает выполнить ремонтную программу. В том году мы на 1 июня выходили с выполнением, например, ремонтной программы 12%. Мне главный инженер докладывал данные, я его спрашиваю. В этом году мы уже на 1 июня выполнили 20% ремонтной программы. Тарифы ЖКХ не заложена инвестиционная составляющая. Компания вынуждена разрабатывать программы и искать пути их финансирования. Совместно с администрациями городов в коммунальной технологии составляют 5 инвестиционных проектов для фонда развития ЖКХ. Кроме того, коммунальные технологии разрабатывают проект пилотной блочно-модульной котельной. Но ее строительство планируют привлечь средства различных бюджетов. Это в том числе разработка схемы теплоснабжения по этому региону, по городу Чебоксар. Без этой схемы невозможны инвестиции согласно федеральному законодательству в регион, в город, именно для развития сетей. То есть это инструмент, который позволит в 2015 году, точно в 2015 и 2014, сделать инвестиционную программу. В коммунальных технологиях заявляют, что в 2012 году компания заплатила 300 миллионов налогов. В этом также обещают выполнить свои обязательства. Татьяна Молокова, Николай Яковлев, Республика.